Девушки отдыхают 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 То есть, ну, объективно, даже если команда Апраздинг заберет первую карту, то последующие две... Ну, это, опять же, ребят, сейчас прошу внимательно, чисто субъективное мое мнение. Ни в коем случае я там не хочу там как-то обидеть или чего-то еще. Команду Апраздинг, ребят, хорошие, но все-таки команда Экзе уровнем повыше будет. И сигнатурные ВВГ и песчанки, я думаю, пока для них не контрятся. Ну, Митаун, вот на Митауне могут бороться, причем во празднике на Митауне тоже довольно неплохие ребята. Ну и в лобби давайте плавно переходить. Пару минут еще Олеся просит, ну, без ножей у нас будут во всех, на всех картах, на всех трех. То есть на Митауне, на ВВГ и на песчанке, если будет рейтинг, команда Экзе будет везде начинать в атаке. Ну, посмотрим, что из этого матча выйдет, пожелаем им удачи. Ставочки уже идут, да, я так понимаю? Да-да-да, ставки уже летят во всем. Но здесь также, дорогие друзья, немного добавлю Герману насчет всех карт. Соглашусь, что надо брать первую карту в любом случае команде Апрайзинг, сейчас это Митаун. Если мы с вами вспомним, как АОЭкзе, еще когда они играли по тегам Art of Helicopter, отыгрывали на ВВГ, в атаке и в обороне, то... Ой, как я не завидую Апрайзингам. Там просто будет месиво на каждом сантиметре игровой площадки. Пойдешь ты под винты, там будешь получать тонну свинца и хаешек будут просто лететь прокидами. То же самое на мосту будет. Все эти хаешки просто откидываются с тиспауна со стороны команды АОЭкзе. Я думаю, Апрайзинги должны были изучить, это прекрасно. Но тем не менее, под такой напряженной обстановкой играть очень сложно. Да, Апрайзинги, парни закаленные там. Ну, кто-то уже отыграл на лан-финале с предыдущего сезона, мы это с вами обсуждали неоднократно. Но здесь есть замены, и поэтому как парни будут чувствовать себя вообще в этой обстановке, тоже непонятно. А вот АОЭкзе там все очень опытные ребята, у всех нервы нормально, они могут и порофлить друг на другом во время матча. Все тип-топ у них. Будем смотреть. Так, ну ладно. Будем смотреть, ну и давайте быстренько по составам команд. За АОЭкзе играют Фрид, Зишко, Уэзик, Райден и Лапа. Апрайзинг это Олеся, Никидрон, Вакуум, Эмильке, Эмильке Липтон. И вот-вот-вот-вот. Пятый игрок, кто же это у нас будет? Пятый игрок, кто это у нас будет? Мы, в принципе, с вами довольно легко можем зайти на сайт arenaforgame.com И посмотреть сейчас быстренько вот этот матч. Лайнап, Никидрон, Драйв. И... да, Драйва, по-моему, нету, да? Да, соответственно, вот Драйв будет у нас еще одним игроком у команды. А праздник? Так, сейчас перенесем немножко команду АОЭкзе в левую сторону. Ну, все, все встало на свои места. Да, все, заходит. Еще последний игрок. И давайте гоу. Гоу-гоу-гоу, дорогие друзья. Ну что же, начинаем матч между командами Art of Execution и Апрайзинг. Пожелаем командам еще раз удачи. Миттаун в атаке команды АОЭкзе в обороне Апрайзинг. Ну и опять же, да, увидим ли мы это сигнатурное кемпо в исполнении Виталия Попова? Увидим ли мы какой-то немножко другой стиль атаки от команды АЭкзе? Очень интересно за этим понаблюдать. Ну и 3-2-1, поехали. Да, пока что без изменений. Фрид у нас с УАшками. И все-таки, видимо, атака будет строиться не от него. Зи и Лапа под семерок. И Лапа у нас уже с привычным, в принципе, СК-2010. А вот лайнап оружия команды Апрайзинг. Следующий. Драйв вместе с Ники Дроном, УАшки плюс Ауг в связке. Эмиль играет с Аугом на центральном кафе. И Олеся с УАшками на зонтах. И Вакуум с Аугом на Б пленте. Ну что ж, пока что у нас с вектором атаки все крайне непонятно. Бойцы команды АОЭкзе напрягают абсолютно каждую позицию. Выход на позиции Б сайта. Центральное кафе и Лонг. Но вот Эмиль находит все-таки опенфраг на Райден. А на данный момент ситуация 5 в 4. Но у Эмиля очень обостряется ситуация. Сюда подтягивается Везик и Фрид. И сейчас, если первым делом отправляют Эмиля отдыхать, мне кажется, будет просадка именно под Аплентом. Но Вакуум и Эмиль спокойно принимает своих соперников. Двое игроков команды АОЭкзе по-прежнему в деле. Зишка и Фрид начинают крошить просто черепа от Зишки. Выход под позиции бомб сайта. В соло зашел. Двоих здесь уволил. Все прекрасно. Но и здесь уже перетяжка от апрайзинга. Фрид закрывает еще Никедрон. И это один в один. Ой-ой-ой, а как же там Фрид сумел разменяться? Вроде и ноги его видел. Никедрон и поджимали неплохо с драйвом связки. Но так или иначе... Да ладно, неужели здесь драйв еще и погибнет? Зишка будет давить на голову. Зишке только на голову играть. Ему нельзя подпускать своего оппонента в упор. Драйв там отсует просто как царь под этими зонтами. И драйв идет сокращать дистанцию. 28 хп и берет раунд. Но на каких же валидольных? Ну, я думаю, если бы чуть пораньше проявили свою агрессию бойцы команды АОХЗ, у них было бы все прекрасно в атаке. А так двоим игрокам пришлось отдуваться за всю свою команду. Фридосу изишке нужна явно поддержка. Где еще трое игроков команды АОХЗ? Первый раунд отлетает в актив команды Апрайзинг. Игра начинается очень неплохо для них. Но я думаю, АОХЗ сейчас немного подпортит настроение своим энерами. Никедрон тем временем отыгрывает под двойкой. Выход на лонг у нас не планируется со стороны команды АОХЗ. Райден один играет сейчас под четверкой. Хаешками его пытаются достать. Но там 73% здоровья, минимальное количество дамага. Выход на семерку. Там лапая зишка. Но опять же сидят. Очень аккуратная игра в атаке. Да, здесь... Ой-ой-ой, как же Эмилька выходит на Райдена. Неплохо попадает в голову. Размена нету. И что будет делать команда АОХЗ? Там драйв пытается тоже все-таки по Фриду попасть. Но безуспешно. Откид гранаты. Это дымовая граната залетает. Также еще Хаешка прилетела. Еще одна на тройку. И... Даблина будет проходить. Вейзик уже проходит, но получает. Очень много дэмэджа. Есть размен по Никедрону. Но там уже смещается. Как же Фрид остается-то без... Да, все-таки разменяли. И последний Вейзик. Но Вейзика Олеся также отправляет в таверну. И 2-0 за командой Апрайзинг. Ребята команды АОХЗ сейчас встречаются довольно жестким отпором со стороны своего соперника. Апрайзинги подготовились действительно неплохо. Но дабы не сглазить сейчас, ребят, как-то это вот просто... Сейчас их похвалишь, а потом все пойдет наперекосяк. Хаешки полетели на четверку. Вейзик пытается здесь накалять ситуацию. По центральным кафе Эмиля опять же на страже порядка. Олеся туп-1, если что, будет на перетяжке с зонтов. Но пока без разменов. Но вот дамаг залетел уже по Фридосу, Вейзику и Райдену. Это явно не радует команду АОХЗ. Ну там очень хорошо Эмиль держит центральное кафе. Постоянно прессингует, постоянно префайрит. На самые вот эти вот удобные позиции для атаки, где можно кассу отстрелить. Но возможно на один раунд стоит взять кемпул. Наверное, Фриду. Это тот момент, когда можно прибегнуть к этому девайсу для Виталия Попова. Но пойдет прокид сейчас на зонты, скорее всего, от Зишки. Лапа тоже прокид на плент будет осуществлять. Так, Хаешка полетела. Падает на зонты. Никого здесь нет. И Олеся будет принимать. Давайте посмотрим. Ну как примет. От Хитхаи, от Райдена под Олесю есть минус. Но здесь пока что Эмиль помогает. Есть минус на Вейзика. Зишка моментальный размен на вакуум. А падает информация по Никитрону на широкой. Никитрон разбирается с лапой. Эмиль также на саппорте. Минус на Зишку. Райден остался один. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И сейчас Макс попытается что-то сделать для своей команды. Но Хелсбар край немал. Здесь еще и Трайв подлетает на широкую. С узкой выходит Никитрон. С двух сторон зажимают. 3-0. Вообще неожиданно. Вообще, а прайденки, конечно, здесь жарят. Прям без масла. И нету снайперского девайса. А нет, сбросил. Сбросил Зишка. Читачок. И сейчас Фридосик будет забирать. Скорее всего, у нас Эмильку. Но Эмилька здесь кладет дым перед собой. Поэтому для Эмиля здесь ничего страшного не предвидится. Виталий. Чекает ЦК. Видит Эмильку. Не попадает раз. Не попадает два. Не попадает три. Эмиль просто его забирает. Вот тена. Один игрок сдерживает все планы команды ОЕКЗ. Ну что ж, смотрим за дальнейшим развитием событий. Пока что Фридоса отправили отдыхать. Также падает и Вейзик. Втроем пойдут, но скорее всего, под позиции Б. Сайтону Вакуум принимает Зишку. Вакуум даблкилл на лапу. Райден опять остается один. Что происходит? Мне кто-нибудь может вообще объяснить? Это уже четвертый раунд на подходе в актив команды Апрайзинг. Алло. Алло. Я водительный алло. Пожалуйста. Ну я тебе объясню, просто все, вот опять же, да, вот. Я не знаю, почему уперлись прямо в это центральное кафе, но тут уже, по-моему, дело принципа убить Липтона. Но Липтон, он же Эмиль Шейн, вообще не подпускает никого к себе. Очень грамотно все делает. Фрид в очередной раз будет сейчас пытаться его убить, но получится у него или нет, пока непонятно. Да, опа, ну вот, наконец-таки. 8 фрагов сделал Эмиль перед тем, как его убили, все хорошо. Так, ну что ж, сейчас от этого можно уже играть, от этого минуса. Забрали Эмиля, можно как-то накалять ситуацию под Аплэнтон. Там, допустим, зайти втроем через лонг и запушить позиции центрального кафе. Но здесь на сэве отыгрывает Олесь от УП-1, и Никедрон у него будет в роли саппорта. Драйв один закрывается под Аплэнтон. И вакуум на Б-сайте. Пойдет ли Зишка сейчас атаковать своего соперника или нет, непонятно. Но Фрид принимает еще и Никедрона. Отлично, есть минус. Пошел Виталя крошить. Но драйв остается один под Аплэнтом. И его закидывает лапа гранаты. И в соответствии Аплэнт открыт. Ну и вот, похоже, первый раунд за командой ОВХЗ после четырех, ну, действительно, однокалиточных раундов от команды Апрайзинг. Но опять же, еще жив Олесь и вакуум. Поэтому, несмотря на то, что команда ОВХЗ в полном составе сейчас будет оборонять свою поставленную бомбу. Так или иначе, ну да, здесь вакуум последний остается, лапа еще и по нему работает. 4-1. Хотел, так скажем, приподнять моральный дух команды Апрайзинг в этой ситуации. Но, видимо, все слишком безнадежно здесь было. Ну что ж, с почином команда ОВХЗ. Это первый раунд у них в активе. И будем смотреть, как же они будут отыгрывать в дальнейшем. Есть информация по Эмилю. 63% на холсбаре остается у этого парня. Ну и он сейчас прекрасно понимает то, что самые агрессивные игроки команды ОВХЗ стянули на него свое внимание. Так что будут огромные проблемы. Также, конечно, полетели на двойку. Взрывается бочка. Но под лангом бойцы команды ОВХЗ играют как-то пассивно. В принципе, не расценивают эту позицию как должную. И то, что там надо постоянно воевать. Там надо что-то делать. Фридос периодически чекает эту точку. Но, тем не менее, пока ОВХЗ играет от тиспауна. Да, я сейчас, опять же, очень... Не знаю, мне прямо вот камера постоянно либо на Фридосе, либо на Эмиле. Мне, знаешь, такая прям мощная дуэль постоянно. Каждый раунд. И вот так вот Эмиль вырубает Фридоса. Кладет дым на ЦК, продлевает его. И все. Команда ОВХЗ пока что в ступоре не знает, чем себя занять. Ну что ж, смотрим, чем они себя все-таки займут. Справятся или нет. Зишка выходит на лонг. Там Олеся, Олеся, Олеся с Богу сидит. Но и есть минус все-таки. Олеся далее идет Аркадий. Принимает еще и Вейзика. Райден вместе с Лапой закрывается сейчас в районе арки. Но здесь Олеся дальше идет выжимать триплкил в его исполнении. Есть минус также от Райдена. Райден один. Вновь остается 7 хп у этого парня против четверых. Да, ну и здесь по сути драйв должен закрывать вопрос о победителе в этом раунде. 7 хп у Райдена. Но там уже и со спины Липтон бежит. И забирает своего последнего оппонента. 5-1, команда Апрайзинг впереди. А вот это поворот, вот это поворот. Поворот не туда, не туда вообще, команда ОВХЗ. Так, ну что ж, сейчас, мне кажется, должны что-то устроить. А Ошки в любом случае, ну, выйти под те же позиции Б-сайта. Почему нет? Засмочить полностью обзор своему сопернику. Закидать ХЕ-шки в бомб-сайт и зайти туда толпой. Но, по ходу дела, Вектор внимания у нас направляется под Аплэнд. Фрид будет закрывать позиции центрального кафе. Вейзик и Райден отыгрывают на ланге. Фридос находит опен-фраг на Эмиля. Довольно неплохо, но там некие дроны. Мне кажется, что он готов уже выходить на размен. Ну да, кладет гранатку. Фридосик его заметил. Драйв забирает Райдена под лангом. Неплохо. Ну и опять же, возвращаемся к старым больным собакам. Что команда ОВХЗ пытается устроить свою атаку вокруг кемпы. И вот вроде кемпа-то сделала минус. Но дальше-то ничего не поменялось. Стоят, стоят, ребятки. А вот здесь лапа. Отлично, соло-выход под Б-плэнд. Кстати, здесь никого нет. И Фрид еще хелпу отстрелил. Поэтому, так или иначе, два игрока вынуждены через КТ смещаться. Но драйв вообще под БТРом остается. И Олеся. Олеся. Один в четыре. Ну что ж, фуловый Олеся. В принципе, это грозное оружие у команды Апрайзинг. Может справиться со своими соперниками. Но лапа говорит, подожди, Макс. Подожди. И здесь Константин все-таки разбирается со своим соперником. Второй раунд в активе команды ОВХЗ. Но еще два надо брать как минимум. И слушай, это быстрый раунд под вино. У команды ОВХЗ. Фридос сразу же в углаве своей команды будет залетать. Уашки! Уашки! Фрид бреет сразу же. Никедрона моментально размен от вакуума. Но Б-плэнд уже голый. И Олеся... Ой, промазал хаешкой, как досадно. Ну и два игрока с КТ. Это на самом деле ошибочное решение, на мой взгляд. Двух игроков с КТ запускать на это вообще ни к чему хорошему не должно привести. Ну и бомба стоит уже. И Лапа зачекал как минимум одного игрока. Но там также Олеся идет через мидл. Я думаю, по нему должна быть информация. Зря Лапа играл сейчас так агрессивно. Эмиль моментально принимает своего соперника. Зишку также закрывает на широкой. Вейзик остается здесь один. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот это Вейзик немного подпортил настроение. Команды Апрайзинг. Вейзик даблкил. И есть информация по Райдену. Но Райден также дает инфу то, что это вновь выход с КТ спана. Вейзик зачекал своего соперника. Пройдет Эмиль или нет? Ну-ка. Да, есть. Есть минус раз. И там еще у Райдена 45 хп. Но нет, не успевает бомба обезвредить Эмиль. Просто принципиально идет убивать Райдена. И получится ли? Да. Получилось. Но это третий раунд в атаке. Ну, в принципе, здесь Райден сейчас сыграл. Довольно грамотно то, что пошел тянуть. А так вот, если бы он остался, да, допустим, в той же Винке. Меня очень сильно удивляет то, как АОЭкзе моментально растеряли свое преимущество при заходе на бомб сайт Б. Просто что-то было нереальное. Апрайзинги ворвались и пошли крушить. Ну вот сейчас Вейзик. Не, ну это досадно, на самом деле. Когда такие пачки залетают, ну, здесь ничего не поделаешь. Хоть ты читы себе скачай, такие выстрелы не контрятся. Пакум остался один. Сотни на холсбаре. Выход с КТ спавна. Будет есть информация у Вейзика. Но здесь Зишка уже влетает. Все-таки закрывает своего соперника. Четвертый раунд в активе команды АОЭкзе. Ну, не сказать, что они плохо отыграли первую половину Это все-таки атака на Миттауне Здесь явно неудобно играть Нет, знаешь, знаешь, они сыграли Они плохо сыграли Первую половину, первой половины То есть вот так вот Хорошо, соглашусь Мы бы 5-1 проигрывали, ребята Так на секунду Представляешь, что было бы, если там 8-1, там 10-1 Команда праздника обыграет команда ОХЗ Это вообще трэш Нет, ну Липтон, конечно, молодец Вот единственное, что могу прям Выделить, это Олеся И Эмиль То есть прям очень выделились у своей команды На первой половине Посмотрим, что будет на второй Так, ну что ж Сейчас, по сути, бойцы команды ОХЗ Занимают более выгодную сторону Это оборона на Миттауне И они должны просто без шансов отправлять Своего соперника в таверну Но здесь, знаешь ли Как-то апрайзинги уж очень удивили Меня на первой половине И теперь я не берусь вообще ничего утверждать Фрид, занимаясь за собой центральное кафе Полетели хаешки Под четверку засмочили полностью обзор Двое игроков команды ОХЗ закрывают аплейнт Это Уэзик и Лапа Есть информация по длине Вакуумник и дрон отыгрывают от T-Spawn Эмиль попытался агрессивно показать себя на четверке Но, слушай, апрайзинги играют точно так же Как ОХЗ в обороне сейчас Да, практически то же самое демонстрирует Я с тобой согласен Давайте посмотрим Зибон принимает решение сыграть в агрессивную На бухле Правую сторону занимает Амелька забирает в это время уже Уэзика И будет ли стяжка под аплэт? Мне интересно Будет ли разводить команда апрайзинг? Пока что нет Три игрока по-прежнему на семерке И никуда не уходит Пытаются все-таки на ошибки еще подловить Да, вот драйв видел Райден А вот Лапа есть размен по Эмилю Райден забирает так же и драйва Там Олеся будет сейчас пытаться размениваться Новинки Получится ли или нет Пока непонятно Есть перестрелка Но профита от нее пока что нет Но там так же Зишка еще будет на холпе Да, Зишка подлетает и все-таки забирает Олесю Есть так же информация по Никитрону Здесь и вакуум на семерке Это может сейчас стать роковой ошибкой Для команды апрайзинг Бойцы команды ОХЗ могут спокойно закрывать Сейчас их под этой семеркой И просто не выпускать никуда Вакуум выходит уже под позиции Бомб сайтов Ри первым делом ставит по нему пачку Никитрон есть размен Но по Никитрону так же падает информация 78% на холсбаре Да, ему позволили уйти на семерку Но там Лапа в центральном кафе Он по-прежнему контрит и ЦК и Аплейнт И сейчас всю эту перетяжку Никитрона Он может зачекать Лапа очень грамотную позицию Сейчас занимает под стеллажами Вроде так и Никитрон сразу его и не увидит И Зишка контролит как раз таки центральное кафе Очень грамотно разобрали Быстренько Причем по каждой позиции команда ОХЗ И Никитрон Да, при фаером выходил Он примерно понимал Что назад так как минимум один игрок будет Ну и теперь ждем Выстрелы от Лапы Ну что ж, Никитрон уже спалился Явно под позициями Ланга Лапа стреляет Но, к сожалению, не наносит Ветального демэджа своему сопернику Есть выход Но здесь на холпе Зишка был с двойки Лапа сам справляется Но, тем не менее Это уже пятый раунд В активе команды ОХЗ Паритет восстановлен Но и апрайзингом Надо либо добавить Больше агрессии Либо больше аккуратности В своих действиях Но, мне кажется, чересчурная аккуратность Тоже ни к чему хорошему не приведет Соглашусь Там на все 200% максим И надо все-таки иногда Вот прям Если чувствуешь Надо делать И аркады Они порой сбивают с толка Просто оборону Заставляя переделывать Немножко стиль обороны Какие-то схемы Стратегии Стяжек, перетяжек И вообще, в принципе Изначальных расстановок Иногда заставляют эти аркады менять Так, ну и пока что у нас Тоже слоуплей В исполнении команды Апрайзинг И там Вейзик вместе с Лапой Будут принимать Заход на лонг Там уже есть Немножко дэмэджа По Никидрону Ой, и вакуум Это видели По левой стене И здесь уже Должна быть информация Ого Вот это Лапе здесь досталось Конечно, вакуум Забирает также Вейзик И только Фрид Здесь может помочь Своей команде Откид хая под БТР И там 3 игрока бежит Ну и каждый От него Уворачивается И Фрид мог здесь собирать Урожай Минус 2 Ого Фридос Что творит И у него по-прежнему Еще был Соточный хелсбар Пока Никидрон Не пришел в спину От Никидрона Также даблкил Зишка подоспел Тем временем На двойку Есть информация По Эмилию Он запушил Еще его Есть даблкил В исполнении Олега И ситуация Один в один Олеся фуловая Отыгрывает под Широкой Сейчас Но Зишка пойдет Через центральное кафе Кто кого первым найдет Кто по кому Забросит дамага Пока что непонятно Но здесь Олеся на звук Просто играет И он слышит Зишку на затах И должен забирать 2 хм Йой-йой-йой-йой Было близко Отличный раунд От команды Апрайзинг Молодцы Но тем не менее Как законтрили Выход на Аплейн Бойцы команды АОЭкзе Тоже нельзя Списывать со счетов Действительно Фридос отыграл Довольно неплохо Зишка вовремя Подоспел на позиции Двойки Могли бы вообще Отлететь на раз-два Но так пришлось Немного попотеть На валидоле У нас выдается Предыдущий раунд Ситуация сейчас 5 в 5 Вновь играют Очень аккуратно Оттиспал на бойцы Команды Апрайзинг Но куда они направят Свою вектор атаки В этот раз Пока непонятно Да, есть под семеркой Два игрока Эмилия и Олеся Но здесь Зишка Будет принимать В упоре У него в саппорте Райда Ну и Да, здесь Райдену Надо аккуратно Играть на щель Потому что Вот товарищ Эмиль На эти щели Очень даже Неплохо реагирует Заход есть Подвинку Олеся Есть первый минус Размен от Райдена Ну и почему-то Сразу не пошли Дальше выдавливать Винку Игроки команды Апрайзинг Ну какая-то Несогласовка И разворачивают Свою атаку Под апплэн А там только лапа Пока что Но Эмиль Остался все-таки Под бэссайтом И сейчас Как бы его Агрессивные действия Не привели к тому Что команда Апрайзинга Остается еще Без одного игрока 49 хп Остается у Эмиля И Эмиль Принимает решение Все-таки Уйти Под позиции Семерки А здесь Трое игроков Апрайзингов Апрайзингов Да Апрайзингов Уже выходят На позиции Ланга Вакуум Зачекал лапу По лапе летит Дэмэш Но тем не менее Пока что Нелетальный Лапа по-прежнему Остается на страже Порядка Апплэн Там Вейзик У него на подхвате 4 в 4 Так Здесь Фрид Видел также Перетяжку От Ники Дрона Это скорее всего Может быть выход Под бэплэн Да И эту перетяжку Опять же Палит Фрид И сейчас наверное Обратно под апплэн Пойдут Игроки Команды Апрайзинг И здесь Фрид Да Принимает решение давить И эта информация уже падает Что это будет выход Скорее всего Под бэплэн Потому что времени Все меньше и меньше Но это перетяжка Конечно же Команда Аэкзи Спалила И сверху Это прекрасно Видим как они Просто перестраиваются И команда Апрайзинг Падает в капкан Команды Арт оф экзекюшн Заход уже имеется У Райдена падает информация Фрид будет на подхвате От Вейзика Есть хэдшот Никитрон Моментальный размен Выход на широкую Где отыгрывает Райден Райден сбривает моментально Никитрон И Эмиль остался 1-2 хп Убрать этого парня Не составит никакого труда Просто одна тычка Но в принципе Это и делает Вейзик И вот уже у нас Снова ничейный счет На табло 6-6 Команда Арт оф экзекюшн Прямо здесь Но очень близко С командой Апрайзинг играют Интересно Вот так не было Ни одного по-моему Фаста Команда Апрайзинг Прямо сразу Прямо сходу Ни в ЦК Ни в А Ни в Б Не было Такого по-моему Ранда Да и у командовой экзек Всего лишь один раунд Такой был на первой половине Но Надо отдать должное Он был Сделан На пятерочку Я думаю Здесь Апрайзинге Все-таки руководствуется Тем, что соперник Более чем опытный И если один игрок Хотя бы зачекает Этот фаст Под тем же лангом Или под семеркой То здесь будет перетяжка И их закроют Абсолютно со всех сторон И именно этого боятся Бойцы команды Апрайзинг Поэтому они как-то Фастовать Не торопятся Ну хотя Помнишь Вот когда Фридос Закрывал ланг Еще изишка Подоспел на двойку А там вот Фастанули Но опять же Не с самого начала Да И очень битой А в это время Лапа поджимает Уже лонг И здесь Да СК-2010 у Фрида И просто Поменялись С лапой Девайсами А вакуум Видит эту аркаду Через лонг Да он видит Ну что ж Есть минус И теперь Райдом Остался один Так Ну есть информация У Максима Потому что Один был По двойку Но уже Никитрон сместился Под БТР Идет Хлоповать Своему тимону Но есть Размены Вакуум Отличный Минус 3 в этом раунде Да Здесь конечно Вакуум Хорошо Зажег на лонг Минус 2 Так вряд По своему Встали Команда Ауэкза А именно Фрид и Лапа И да Неплохо Поймали 7-6 Так Ну что ж Пока что Вровень Идут у нас Наши команды По прежнему Наступают Друг другу На пятки Но Вырвется ли Кто-то у нас Вперед И просто Будет добирать Уже раунды В свою копилку До победного Пока не заберет Эту карту В свой актив Или мы здесь Увидим Качели до последнего И далее Увидим Дополнительные раунды Пока что Непонятно Ну от Эмиля Залетает уже Опенфраг На Вейзика Сейчас Явно этот раунд Начинается Не самым лучшим образом Для команды Ауэкзе От Кит Хае Под позиции Вина И сейчас Пойдет Олеся Играть на Выбивании Но его закидали Гранатами Смоками Да ну нафиг Пацаны Не пойду Сами идите Да Там и лапу Сейчас прорейдил Эмиль очень неплохо 10 хп ему оставил И хотят Хотят давить Аплент Но здесь лапу Находят как раз таки Минус по Эмилю Там еще и Никит Роун Бежит и Драйв Получает себе Демеджи на 4 хп Но Хелпата где Здесь один Олесий Двух игроков держит А в это время На Лангет Начинается полная Канонада Погибает Фрит Там также Родовый лапа Остается И это будет Выход в Аплент Лапа еще один Минус находит И заставляет команду Апрайзинг Убегать В ужасе Ай-яй-яй Но сейчас Неплохо Так получили У нас бойцы команды Апрайзинг И они вновь Стягиваются Под тиспан Пойдут ли на Б-сайт Или нет Но это уже Будет ошибкой Там Зишка Занял более Выгодную позицию А вакуум Как чувствует Своего соперника Пытается его Увидеть Но Зишка Увидел первым Есть хедшот Драйв рыдовый Олеся По сути Остается один И он играет Под четверкой Причем играет Довольно агрессивно Если его там Зачекает лапа Если пойдет Чекать двойку Допустим Но мне кажется Не пойдет Там райдом В ЦК Это просто незачем А вот теперь Лапа в ловушке Ой какой ловушке Тут еще и третий Фраг делает И остается В соло драйв Времени все меньше И меньше Изишка пока что Не понимает Где находится Последний игрок А вот драйв знает Местонахождение лапы И лапы здесь конечно Лучше ему да Вот о третьем В лицах сидеть И чекать Хотя третьем По-моему запрещено У нас в этом сезоне Ну да Там он не увидит Ничего от третьего лица То есть это просто Отключается Галочка И все Но здесь драйв Все таки запушил Своего соперника Есть теперь четкое понимание Где находится соперник Но вот если Изишка сейчас Не сбреет его То я хотел сказать Что будут проблемы Но все таки Олег ставит Хедшот на своего соперника И это еще один раунд Фак тебе команды Ауэкзэ Олег Клантек Грандмастер бит Миссия провалена Так Ну что 7-7 Это на табло И от этого То еще веселее Чувствую Центральный матч Дня нас вообще Не подводит И это конечно же Очень радует Но Здесь Фрид Будет принимать в упоре ЦК И кстати возможно Эмиль в наглую Пойдет пушить В эти дымы Но нет Все таки в наглую Не решается Нету такой еще Киберспортивной наглости Прямо у Эмиля Прямо чтобы Вот так вот Прямо вроде и дым лежит А ты в него прям идешь И пушишь Так вот напрямую Нет такого Ну ладно Снова медленный раунд У команды Апрайзинг Ну вот А у них на самом деле Неплохо получается Но конечно в том раунде Лапа показал Невероятно Какие-то чудеса Матрицы Вот этой выживания У воротов от пуль Мне кажется там Константин отбирался Когда-то вот на роль Нео Вместо Киану Ривза И вот Применяет свои навыки Здесь сейчас Ну что ж Тем временем Вейзик Принимает вакуум Здесь явно Вектор атаки Именно Б-сайт Но моментально Все планы Команды Апрайзинг Отлетают В Тар-Тарары Есть выход Сейчас от Ники Дрона Забирает здесь Конечно Зишку Но тем не менее По Эмилю Залетает дамаг Ники Дрон Тоже не ушел Фловым с позицией Б-сайта Ситуация 4 в 3 На данный момент Забросили только Дамаг по Райдену Забрали Зишку Но Лапа по прежнему Под аплентом И здесь Вейзик в ЦК Ооо Приплыли Здравствуйте Лапиньо Приходит На Цкиньо И дает Даблкилинью Эмиль остается У нас соло Просто бежит С ножом С соперником 8-7 Команда ОХЗ По-моему Впервые вообще В этой встрече Выходит вперед Но тем не менее Они это сделали И сейчас Надо немного Попотеть Команде Апрайзинг Если они не хотят Чтобы их соперник Вырвался вперед Уже по раундам А тут всего-то Два раунда До победы Остается Казалось бы Всего два раунда Но забрать Эти два раунда Будет очень и очень сложно Фрид отыгрывает В центральном кафе Зишка у него На подхвате зонтов Будет здесь Сейчас спалил Явно свою позицию Но возвращается На Б-сайт А это Аплент Вейзик и Лапа Будут играть на сэйве От Фридос Опенфраг на Олесю Эмиль размен Смотрим дальше А там под БТР Большая проблема Драйва Но здесь Эмиль Вообще в соло нету Хелпы Потому что не могли пройти Из-под БТР Игроки команды Апраздинги Это Девятый раунд У команды АОЭКЗ 9-7 Ну похоже Здесь свечка гаснет Команды Апраздинга Да 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 Ну Если сейчас соберутся Конечно Там Дотащат До допов То это другой разговор Но вот этот раунд Мне сейчас Вообще не понравился В исполнении команды Апраздинга Первым же делом Стирают бойцы команды АОЭКЗ С лица этой карты Их Ну и сейчас Сразу же заходит Минус на Эмиля Он покидает матч Уже не верит в свою команду Ай-яй-яй-яй Эмиль-эмиль Выход на лонг Четверо игроков Здесь уже трое Лапа откидывает Хэшку под вакуума Есть информация по Олесе Ой-ой-ой-ой-ой Никитрон в соло Остается там со спины Сейчас уже Зибон идет Да, отличные минуса от него Но Зибон ставит жирную точку В этом противостоянии На карте Метауны И это 10-7 И счет 1-0 В пользу команды Art of Execution Ну и сейчас